Настоящая зима пожаловала в столицу Карачаева-Черкесии лишь в начале февраля, от души припорошив город пушистым снежком. Но если у стасковавшейся по зимним забавам ребятни это вызвало лишь восторг, старшее поколение республиканской столицы с недоверием смотрит на заснеженные тротуары. Не поскользнуться бы. Наталья Кехлер и Любовь Хрюкина уже более 30 лет живут в районе медсанчасти, и чтобы безопасно передвигаться по зимним дорожкам, вовсю применяют народную смекалку. Конечно, вот солью за собой таскаем, чтобы посыпать и идти. Никто ничего не убирает, и жев вообще ничего не делает. Но бабушкину шпильку в сторону управляющей компании тут же, не словом, но делом, дезавуирует старательный дворник, на другой стороне дороги тщательно расчищающий подходы к детской площадке. Несколько часов назад он это уже делал, но густой снегопад не прекращает подбрасывать ему всю новую работу. Такова уж специфика профессии. Ну, у нас дворники, каждый двор убирается, естественно, как бы стараются дворники выходить с утра. Допустим, когда большие осадки снега, дворники выходят с утра и вечером. Ну, вечером, наверное, ближе к 6, вот так вот просим дворников выходить, чтобы снег можно было убрать. А вот жильцам дома номер 7 по улице Международной не позавидуешь. Гололёд, заснеженные тротуары, неубранный двор. Говорят, для них это уже норма. Хотя в квитки, которые они ежемесячно оплачивают, услуги по уборке двора, конечно же, включены. Хотелось бы, чтобы уборка снега в нашем дворе по Международной 7 была налажена, чтобы дорожки очищались. Потому что, кроме того, у нас живут слепые люди. Это три дома, которые закреплены за ОПП ВОЗ. И слепым людям, вы сами понимаете, ориентация по снегу очень тяжела. Одна из последних инстанций в потенциальном споре между жильцами и коммунальщиками – жилищная инспекция. Если управляющая компания не выполняет свои обязанности, на нее можно написать жалобу в жилнадзор. Другой вариант решения – сменить свое УК, скажем, на товарищество собственников жилья. Согласно предусмотренным требованиям ЖКС, время содержания имущества возложено на собственников. Собственники, в свою очередь, также согласно предусмотренным требованиям, выбирают способ управления своим имуществом. Это либо управляющие компании, либо ТСЖ, либо непосредственный способ управления. В том случае, что если собственники выбрали способ управления через ТСЖ, либо управляющие компании, то уже в свою очередь на управляющие организации, либо ТСЖ, возложена обязанность по надлежащему содержанию общедомового имущества. Словом, долгожданный снег вместо атмосферы зимнего праздника может принести собственникам жилья одно лишь расстройство. Но в таких случаях важно не ругать всех причастных и непричастных, а решать проблему сообща. Благо, варианты решений с законом предусмотрены.